Законодательные интриги этой осени. Сотни тысяч автомобилистов гадают, отменят ли прохождение обязательного техосмотра. Законодательную инициативу внесли в Нижнюю Палату Федерального Парламента в сентябре и уже приняли к рассмотрению на дополнительном заседании Совета Госдумы. Есть все основания полагать, что этот вопрос все-таки не будут откладывать в долгий ящик. Как недавно заявил спикер Госдумы нового созыва Вячеслав Володин, это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь придет примерно о 50 миллионах транспортных средств. Инициаторы законопроекта считают, техосмотр автомобиля давно уже превратился в формальность и стал дополнительным налогом при оформлении ОСАГО. По данным российских автоэкспертов, 85% автовладельцев не проходят техосмотр, а просто его покупают. Категорически против отмены высказываются владельцы пунктов техосмотра. Они боятся потерять бизнес и пугают огромными очередями на тех станциях, которые останутся. Как к отмене техосмотра относятся петербургские автовладельцы, скажется ли это на статистике аварии и пустят ли машину без техосмотра за границу, выяснял Леонид Рыжиков. Номер вон тоже висит, его потому что не прикрутить, здесь все проржавело, то есть вот он висит на ленточке, такой вот временный вариант. Фары, собственно, вот эти вот все четыре, они не горят. Тут все держится на честном слове и красной ленте. Последствия мелкой аварии, хотя и до нее состояние машины было далеко не идеальным. Колесные арки прогнили, тормозные диски покрылись ржавчиной. Во время езды пугающий скрежет. Очень хотелось бы это, конечно, все привести в хорошее, идеально это будет очень сложно сделать, но хотя бы в хорошее состояние. Но, к сожалению, это будет стоить крайне, крайне дорого. Не роскошь, а средство передвижения. Старенькая, ей почти 20 лет машинка исправно служит, хотя и требует ремонта. Модель редкая, на такую запчасти найти трудно, да и стоить они будут дороже автомобиля. А если это обычная спокойная городская езда, то вполне машина на это способна. То есть без каких-либо проблем с точки А до точки Б можно доехать. Пройти техосмотр на ней будет, в принципе, уже невозможно, потому что очень много моментов, которые вызывают вопросы. Проходить техосмотр, возможно, скоро и не придется. В Госдуму внесли законопроект об отмене. Это пока еще обязательные процедуры. Инициатива неожиданная. Не так давно требования к техническому осмотру транспортных средств, наоборот, собирались ужесточить. Например, планировали ввести обязательную фотофиксацию машин на стенде. Тогда нововведения отложили из-за пандемии и нехватки станций. Теперь диагностические карты думают и вовсе упразднить. На радость автомобилистам. И за новыми, и за подержанными автомобилями сегодняшние автовладельцы ухаживают очень трепетно и тщательно. Потому что потерять автомобиль – это потерять ценность. Ну, почему уже не отменить, не похоронить этот несчастный техосмотр? Что же он бедный, как и Ленин, лежит где-то в мавзолее и постоянно у всех на виду мелькает? А ведь это действительно комплексная диагностика, как у дилера, только дешевле. 82 параметра от исправности рулевого управления до настройки фар. Всего за 880 рублей. Вот и владелец этого антикварного Мерседеса ручной сборки решил убедиться в надежности механизмов. Просто пока собирал машину, мало ли что-то не доработал, решил проверить официально, чтобы знать, убедиться. По профессии автослесарь, в общем-то, понимал, что делал. Просто, ну, проверить надо. Отмена техосмотра коснется только частых автомобилей к коммерческому транспорту. Это автобусы, грузовики, машины, такси. Как и раньше, придется проходить диагностику по всем правилам. Но большая часть станций техосмотра, а их в Петербурге 140, наверняка опустеет. Большинство станций закроется, и это будет опять какой-то проблемой. Там уже были отлажены механизмы, фотофиксация, строгие правила для экспертов. А вот за границу без диагностических карт водители могут и не пустить. Еще в 90-х годах Россия присоединилась к Менской конвенции о дорожном движении. Среди прочего там указаны требования к техническому состоянию транспорта. С отменой техосмотра следить за исправностью механизмов машин на границах наверняка будут строже. Финны уже готовятся к тому, Евросоюз, что они поставят передвижные станции. И они готовы нас принимать, потому что люди будут путешествовать после пандемии. И это будет стоить 70 евро. И вы не проедете по Евросоюзу без диагностической карты. Средний возраст автомобиля в России почти 14 лет. И за такой солидный по меркам механизмов срок у многих машин накапливаются проблемы напрямую. На безопасность движения они вроде и не влияют. Но вот пройти техосмотр даже с мелкими недочетами уже не получится. Так диагностическую карту не оформят из-за трещины на лобовом стекле. Еще одна частая причина отказа – перегоревшая лампочка. Например, габаритных огней или по свитке заднего номера – мелочь, а неприятно. Придется искать сервис, менять детали, а потом снова возвращаться на повторный осмотр. Первым делом при осмотре мы проверяем состояние шаровых опор рычагов. Техосмотр и техобслуживание можно было бы и совместить. Так делают во многих странах. Сервисные центры выдают талоны после ремонта всех неисправностей. Автовладельцам не надо дважды ездить на диагностику. Очень мало людей, кто самостоятельно обслуживает автомобиль. В любом случае обращаются либо к сертифицированным станциям, как мы, либо к официальным дилерам. Мы рассматриваем все осветительные приборы в автомобиле, которые существуют. Это первое, что происходит. Второе – мы смотрим все элементы подвески. Третье – тормозную систему. Десять лет назад контроль за техническим осмотром возложили на страховые компании при оформлении полиса ОСАГО. Почти сразу возник черный рынок. Недобросовестные агенты штамповали липовые диагностические карты по сходной цене. Даже без визита на станцию. Такой порядок отменили месяц назад. И все вздохнули с облегчением. Отвязано, грубо говоря, наличие технического осмотра и продажи полиса ОСАГО, то это, конечно, сильно облегчило задачу и нам, страховым компаниям, и потребителям. Поскольку наша задача, как страховая компания, обеспечить страховую финансовую защиту. А проверять административные регламенты – это все-таки вопрос больше государства, мы так считаем. За техосмотры страховые компании теперь могут и скидку сделать, если посчитают, что такие клиенты принесут меньше убытков. Взаимосвязь техосмотра и аварийности прослеживают давно. Пик был в 1998 году, когда в России только начали диагностировать машины по европейскому образцу. К 2010-му количество ДТП из-за неисправности снизилось до минимума. После привязки осмотр к ОСАГО кривая снова пошла вверх и вернулась на уровень 25-летней давности. Возможно, уже доля ДТП по техническому состоянию сейчас максимальна. И по сути, как говорят сейчас, техосмотра нет. Если его отменить, то тогда с ДТП, может быть, ничего и не произойдет. Но, может быть, эта доля будет расти. Будет гибнуть в ДТП больше и больше человек. Откладывать не стоит. 1 октября вступили в силу новые правила проведения техосмотра. Тогда же истек срок диагностических карт, действия которых продлевали автоматически, чтобы не создавать ажиотажа на станциях техосмотра. Сергей Дмитриев уже готовит к проверке свою старенькую десятком для начинающего водителя. Это первый автомобиль. И к визиту на станцию он подходит со всей серьезностью. Если что-то серьезное могут завернуть, то не думаю, что будет обедно, потому что машина все-таки старая. А поеду, сделаю, снова поеду. Может быть, так будет 10 раз, но это, скажем, тоже опыт. С 1 марта штрафы за отсутствие талона планируют поднять до 2000 рублей. Искать нарушителей будут по камерам, автоматически сравнивая номера машины с базой данных. По карману дарит и встречный иск от страховой компании в случае аварии. Если там докажут, что столкновение произошло из-за технической неисправности, а у владельца не было диагностической карты, ведь техосмотр пока не отменили. Леонид Рыжиков, Александр Поповцев, Вячеслав Раков, Алексей Купцов и Роман Великосельский. Вести. Санкт-Петербург.